Приветствую вас, друзья! Сегодня я представляю вашему вниманию синтезатор Spire от компании RevealSound. Компания RevealSound любезно предоставила мне его для тестирования, и я не смог удержаться от того, чтобы записать видеоурок и показать вам, что представляет из себя этот инструмент. Тем более, что в продаже его еще нету, то есть это первый в мире обзор синтезатора Spire. Ну что ж, приступим. Сегодня я не буду очень глубоко погружаться в синтез, а просто познакомлю вас с основными возможностями, которые доступны в этом синтезаторе. И начну я, пожалуй, с какого-нибудь пресета. Пресеты переключаются вот в этом меню. Для начала у нас есть бас. Достаточно плотный звук, но давайте немного его модифицируем. Для начала покрутим регулятор Ctrl-A, чтобы изменить форму волны осциллятора. Теперь Ctrl-B. И теперь подмешаем к нему какую-нибудь волну. Очень интересно. Вы видите, что в блоке осциллятора мы имеем базовую волну, представленную четырьмя режимами Classic, Noise, FM и AM-Sync. И имеем выпадающее меню выбора волноформ, которое мы можем подмешать к нашему основному сигналу. И тем самым изменить базовый звук осциллятора. Не будем останавливаться на осцилляторе, давайте посмотрим секцию огибающей. Вы видите, что секция огибающей представлена чуть большим количеством параметров, чем в обычном синтезате. Обычно у нас есть Attack, Decay, Sustain и Release. А здесь у нас представлены еще два дополнительных регулятора. Это Slope Level и дополнительный второй Sustain. Сегодня мы не будем останавливать наше внимание на том, для чего нужны эти дополнительные ручки. Это рассмотрим в следующих видео. Все-таки у нас сегодня первое знакомство. Вот, вы видите, у нас есть регулятор Glide. Который создает эффект портамента. Хорошо, давайте еще на что-нибудь посмотрим здесь. Вот, давайте посмотрим на секцию эффектов. У нас здесь есть Shaper. Вот это интересная секция. С ее помощью можно сделать очень интересные перегруженные эффекты. Мы получили достаточно жесткий звук, и теперь давайте добавим к нему немного реверберации. Вот, и теперь у нас уже получился довольно-таки интересный бас. Но мне все равно недостаточно этого. Давайте в секции унисон добавим количество голосов. Вот это очень интересный звук. Но вы слышите, что нам немного мешает релиз. Давайте уберем его в секции огибающей. Хорошо. Звучит уже очень неплохо. Давайте еще добавим к нему хоруса. Хоруса. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, мне захотелось увеличить значение регулятора Glide. Очень интересный эффект. Давайте переключим пресет и еще поиграемся. Вот у нас есть еще один бас. Давайте попробуем настроить дилей. Дилей настроили. Теперь давайте добавим хоруса. И добавим фазер. Вы видите, в выпадающем меню во вкладке Stages есть несколько вариантов, да не несколько, а много вариантов работы фазера. И еще у нас есть Wovil Filter. Давайте посмотрим его. Это у нас говорящий фильтр. Очень интересный эффект. Давайте добавим ему немножко дисторсона. Хорошо. Давайте переключимся на другой пресет. Вы видите, что у меня их сейчас немного. Компания как раз занимается тем, чтобы подготовить достаточно большой пак пресетов. А у меня пока тестовая версия синтезатора, поэтому пресетов здесь немного. Но все равно давайте что-нибудь выберем. Очень интересно. Давайте добавим к этому эффекту немного модуляции. В плане модуляции этот синтезатор очень и очень гибкий. Вы видите, что здесь есть вкладка Matrix. Она активируется вот этой кнопочкой. И здесь вы можете настроить множество различных источников модуляции, а также приемников модуляции. Вот, чтобы настроить источник, у нас есть меню Source. Их очень много. А чтобы настроить приемник, у нас есть меню Target. Давайте что-нибудь настроим. Возьмем LFO 2. Посмотрим на него. И направим LFO 2 на фильтр. Модуляция начала работать. Вы видите, что к нашему Target, то есть нашей цели, нашему приемнику модуляции, мы можем применить модуляцию с плюсовым значением и с минусовым, то есть с положительным и отрицательным. Вы видите, в вот этом окошке показывается положение, на котором мы находимся. Вот, значение 1000 и значение 0. Я точно не уверен, что производитель назовет это позитивным и отрицательным значением, но у нас есть центральное положение, поэтому я для себя обозначаю его пока так. Давайте теперь настроим модуляцию не только параметра котов, а, например, еще и питча осциллятора. Вот у нас будет осциллятор 2, питч. Послушаем. Давайте увеличим скорость работы LFO с помощью регулятора RAID. Выключим ревербератор. Дилей. Давайте отключим первый осциллятор, потому что он сбивает наш грув. И вот заметьте, когда я кручу регулятор RAID, у нас появляются числовые значения, и многие значения из этого списка в других синтезаторах я не видел. Сразу понятно, что синтезатор Spire имеет дополнительные режимы синхронизации по времени для LFO. Вот вы видите, 3.32. 3.64. Много, очень много режимов. Вот даже можно использовать настройку в 16 тактов. То есть модуляция будет разгоняться в течение 16 тактов. Это очень удобно будет использовать в танцевальной музыке для настройки какого-нибудь шумового эффекта, или какого-нибудь баса в разгоне, который будет разгоняться в 16 тактов. Очень интересно. У нас получился очень интересный эффект. Действительно, у нас получился смешной, но очень интересный разгон. Давайте переключимся на какой-нибудь другой пресет. Пэды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Вот, вы слышали и видели, я крутил параметры cutoff на первом и на втором фильтре. И вы слышали, насколько чутко синтезатор реагировал на мои движения. Действительно, для пэдов можно прописать очень интересную, креативную и гибкую автоматизацию. Давайте попробуем еще какой-нибудь пэд. Очень интересный комплексный звук. Давайте увеличим количество голосов во вкладке Unison. Мы получили еще более интересный, более насыщенный пэд. Давайте добавим к нему шейпер. Попробуем развалить наш пэд. КОНЕЦ Очень интересный эффект. Давайте посмотрим еще какие-нибудь пресеты. Вот, у нас есть плаг. Довольно интересно звучащий. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Вот, вы слышите, очень чистый и красивый звук. Теперь будем его разрушать. Вы видите, что синтезатор Spire способен создавать и очень чистые, очень аккуратные звуки и в то же время очень грязные. Поэтому можно сказать, что это действительно универсальный синтезатор. Давайте еще посмотрим пресеты. Вот, у нас есть кик. Вы видите, что на синтезаторе Spire можно создавать не только инструментальные какие-то эффекты, партии, а еще и барабаны. И вот, пресет кик это нам очень хорошо демонстрирует. Когда я впервые открыл этот синтезатор, меня поразила секция эффектов. Потому что обычно в других синтезаторах я мало пользуюсь встроенными эффектами. А здесь ситуация обратная. Когда я впервые открыл синтезатор, я 10 или 15 минут просто крутил туда-сюда ручку DryVet на ревербераторе. Ну что ж, друзья, я думаю, для первого обзора достаточно. В будущих своих видеоуроках я расскажу о каждой секции этого синтезатора. Мы будем накручивать какие-то определенные звуки. И попытаемся в полной мере раскрыть потенциал и мощь этого инструмента. Еще раз хочу отметить, что синтезатор Spire скоро будет доступен для покупки. А пока надеюсь, что мой обзор обратит ваше внимание на этот замечательный продукт от компании Reveal Sound. С вами был Ершов. Заходите в мою группу ВКонтакте Ершов Микс. Заходите на сайт musicmanuals.ru. Заходите на сайт производителя revealsound.com. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. До скорой встречи. До следующих видео.